Карикатуриста Бориса Ефимова Гитлер занес список личных врагов с грифом «Найти и повесить». Оно и понятно, так метко и едко фашистского лидера не изображал никто. Сатирические рисунки Ефимова сотрудники РосИЗО привезли в Орел не случайно. Едкие агитки поднимали боевой дух солдатам в тяжелых битвах за Курский Орел, ничуть не хуже громкого «За родину, за Сталина». 43-й год, самый такой жестокий, переломный год, и вот он представлен такими вещами. В свои рисунки художник-фронтовик Иван Титков рисовал с ангиной, безоправным карандашом из белой и красной глины. Это любимый инструмент художников эпохи Возрождения. В итоге красиво, но перед этим очень сложно. Как художник старается запечатлеть, ну вот все, что там присутствует, любую деталь, какие-то там часы, что-то на стенах висит. Он старается запечатлеть любую деталь. Это вот художники, может быть, даже подсознательно понимали, что это то, вот то их работа сохранится потомкам. На подготовку экспозиции ушло несколько месяцев, рассказывает Наталья Бакланова. Многого не привезешь, и показать хотелось немало. Среди нескольких тысяч рисунков отыскались уникальные работы Константина Финогенова. Город Сталинград и город Берлин – оба разрушенные, но один город победитель. Выставка фронтового рисунка и плаката будет работать в галерее Курнакова до сентября.